Виктор Скибин Виктор Скибин Ну что, итак, все наши гости здесь можно чуть-чуть потише. Я предлагаю Виктору присесть, проходите сюда. Но, друзья, я знаю, что сейчас начались каникулы, все верно? Но вы уже придумали себе занятие, чем хотите заняться на весенних каникулах? Или еще нету планов? Пока ничего не думали. Поэтому Виктор сегодня нам тоже поможет. Но смотрите, сегодня у нас собрались наши юные гости, поэтому с каждым участником я предлагаю познакомиться. Итак, как вас зовут? Диана. Диана, расскажите, а читаете уже книги? Да, конечно. Ну и сказки тоже читаете? Да. Отлично. Итак, как вас зовут? Юля. Юля, расскажите, как у вас сегодня настроение, как у вас дела? Хорошее настроение. Хорошее. Готовы сегодня вместе с нами создать самый настоящий адвент-календарь детских каникул? Да. Ну и поможете нам сегодня, верно? Супер. Ну что, как зовут нашу следующую гостью? Вика. Вика, приятно познакомиться. Даня. Даня. А вас как зовут? Женя. Женя. Супер. Ну что, здесь у нас тоже еще есть юные гости. Как вас зовут? Тимофей. Тимофей. Приятно познакомиться. Богдан. Богдан. Приятно познакомиться. Драгомир. Драгомир. Ну что, со всеми нашими юными участниками познакомились. Друзья, давайте еще раз поаплодируем друг другу. Замечательно. Ну, а теперь слово передаю Виктору. Спасибо. Спасибо. Очень рад знакомству с вами, ребята. Давайте познакомимся с персонажами моей книги. Вот она так выглядит. Как смартфон Колю похитил. Я зачитаю несколько четверостишей, а вы потом ответьте на вопросы. Итак, поэтому слушаем внимательно, друзья. Где-то в северной столице, как горластые птенцы, с папой, мамой и собакой жили братья-близнецы. Одинаковые улыбки, рост, прически, голоса, светло-рыжие веснушки, темно-карие глаза. Имена они носили Николай и Владислав. На двоих одни игрушки, комната, высокий шкаф и у каждого отдельно лыжи и велосипед. В общем, то, что им хотелось в 10 юношеских лет. Ну, интересно. Теперь проверим наших юных гостей. Итак, запомнили, как зовут же главных героев книги? Двух близнецов, да? Николай, Николай и Владислав. Николай и Владислав. Все верно? Да. А если не столь официально, как их зовут? Ну, если по-простому. По-простому. Николай, это? Коля. Коля. А Владислав? Да. Влад. Влад. Влад, правильно, Владик. Итак, верно. Ну, а скажите, запомнили, сколько лет нашим братьям-близнецам? 10. 10 юношеских лет. Все верно? Да, молодцы, ребята. Давайте узнаем, что случилось с близнецами. На 11-летие папа братьям подарил два мобильных телефона и подробно объяснил их возможности, настройки, как отправить СМС, сколько держит батарея, что такое GPS. И с тех самых пор у братьев жизнь меняться начала, незаметно, постепенно, по-другому потекла. Николай почти все время с новым гаджетом сидит, позабыв дела играет, ночью иногда не спит. Влад, напротив, очень редко в руки телефон берет, что с погодою проверит, деду смайлик отошлет. С праздником его поздравит, разузнает, как дела, или маме дозвонится, чтоб домой скорее пришла. Да и брата постоянно он пытается отвлечь, почитать попросит вместе, вечером пораньше лечь. Говорит, пойдем с трезором поиграем во дворе, но в ответ все время слышит, я и так уже в игре. Увлеченность телефоном не проходит без потерь, успеваемость у Коли в школе падает теперь. Стал он менее опрятен, постоянно угнетен, недоволен, не улыбчив, словно чем-то раздражен. Друзья, ну скажите все-таки, смартфон какого из братьев, кого похитил точнее? Как называется книга? Колю, верно. Ну а скажите, какая все-таки главная причина? Почему именно Коля стал неопрятен? Почему у него стали в школе появляться плохие оценки? Целый день в телефоне, а брат его чем занимается в это время? То есть ведет правильный образ жизни, правильно? Делает уроки, занимается хобби у него, творчество. Но, а Коля все время сидит в телефоне и играет в игры. Ну а скажите, друзья, у вас есть мобильные телефоны? Ну а какая... Есть? Кнопочные. Но какая главная цель мобильного телефона? Связь еще. Но честно скажите, пока родители не слышат, играете? Нет. А кто-то играет в мобильный телефон. Ну а в итоге расскажите, Виктор, что произошло с Колей? Исправился он или нет? Хочу задать еще один вопрос. Если не играете, чем занимаетесь помимо игры? То есть что занимает ваш досуг, ваше время основное? Расскажите. Рисуем, играем еще. Рисование. Проводите время с семьей, гуляете с друзьями. Еще чем занимаетесь, когда у вас есть ваше свободное время? Делаем уроки после школы. А еще. Здравствуйте. Вот расскажите вы, чем занимаетесь в свободное время? Гуляем очень много. Мы сейчас не будем гулять. Гуляем очень много. Замечательно. Но проводите время и с семьей, и с друзьями, верно? Итак, ну а скажите, а еще чем можно заняться на весенних каникулах, чтобы не скучать дома, читать книги и еще? Ну конечно, надо выделять время для чтения книг. Еще. Играть в лего. Играть в лего. Например, в различные игры. Еще чем можно заняться на весенних каникулах? Настольные игры. Но Виктор сегодня даст даже советы. Представляете, которые есть у нас в книге, как смартфон Колю похитил. Там тоже есть специальные советы, чем себя можно занять. Ребята вместе с семьей, правда? Да, ребята, все верно. Гаджеты, телефоны – это наши помощники. Можно связаться с родными, посмотреть какую-то полезную информацию в интернете. Можно даже посмотреть мультфильм, поиграть в зале ожидания перед дальней поездкой. Но важно всегда помнить, что вокруг много всего интересного. И нужно уметь проводить время без гаджетов. Что можно сделать без гаджетов? Смастерить кормушку для птиц и повесить во дворе. Скажите, кто-нибудь мастерил в своей жизни кормушку? Молодцы. Делали, уже есть. Можно уже галочку поставить до себя. Разобрать игрушки. Если есть ненужные, то раздать их. Тоже делали. Порядок, да, совершенно дома навели? Кому отдаете свои игрушки, когда поиграли? Песочницы. Песочницы оставляйте, чтобы кто-то поиграл. Младшим братьям, друзьям, в садик. Детский сад. Все верно. Молодцы. Можно посадить лук, укроп, базилик и другую зелень дома. В летний период, да? Часто на даче сажаем куру, это очень часто и горох. А потом добавляете вода и в салаты, в еду. Замечательно. Супер. Расскажи, а как ты горох сажаешь? Мне интересно. Бросаем горох. Нет, или не замачиваете? Есть семена специальные, да, семена сеете. Ага, молодцы. Сделать калаш или газету? Кто-нибудь эмористическую газету делал дома? Или для школы, например, делают классы различные стенд-газеты. Занимались, рисовали? Да. Делали тоже, да? Молодцы, ребята. В моей книге также есть 22 способа, чем можно заняться без телефона, без гаджета, без интернета, без компьютерных игр. Ну а расскажите еще, какие есть у вас способы в книге? Чем можно заняться, помимо которой вы уже сказали? Можно будет потом книжку прочитать и посмотреть. Там все есть, да? Все подробно описано. Мне интереснее узнать у детей еще, чем они занимаются. Я всегда на самом деле радуюсь, когда дети выбирают творчество, спорт, литературу, гаджетам. Для меня чтение – один из самых приятных способов времяпрепровождения. Друзья, ну скажите, а каждый день читаете? Каждый день кто-то читает. Правильно, ведь надо в день хотя бы уделять 30 минут на чтение книг, верно? Да, все со мной, я думаю, согласны. Ну что, друзья, ну скажите, все-таки у нас два героя. Помните еще раз, как зовут именно? Ну-ка. Николай и Владислав. Итак, ну скажите все-таки, как вы думаете, в книге Виктора удалось исправиться кое? Приоткройте немножко завесу тайны. Удалось или нет? Конечно, проблема гаджетозависимости – это не проблема ребенка на самом деле. Как бы мы не корили детей, это проблема взрослых. Родители очень сильно озаботились и приняли самые решительные меры для того, чтобы вызволить сына из виртуального плена. А как они это сделали, вы можете узнать, прочитав мою книгу. Все книги, которые я пишу терапевтические, я пишу, консультируюсь у практикующих психологов. Те способы, которые раскрыты в книге, они все выверены и одобрены этими психологами. Ну действительно, да. Тема смартфонов – это актуальная на сегодняшний день тема, потому что много детей, много подростков, которые проводят свое время, часто углубляются в этот мир виртуальной реальности. Даже стали в школах запрещать с собой приносить телефоны, именно айфоны, приносить андроиды, которые содержат интернет. То есть только кнопочный телефон для связи, для отправления смс-сообщений и так далее. Есть, да, такое в школах? Есть тоже. Вот, я тоже об этом слышал. Потому что тема именно гаджетов, когда человек уходит из реального мира в этот виртуальный мир, время проносится реально незаметно. Человек не замечает, что происходит вокруг него, не замечает, что можно провести свое время с своими друзьями, со своей семьей, отправиться в путешествия, что-нибудь сделать, посвятить это время своему творчеству. Ну, а Виктор, расскажите, у вас уже много написано детских книг? Пока пять книг, две из них полезные сказки. Это «Как смартфон Колю похитил» и «Как Тёма ночные страхи победил». А можете немножко рассказать про вторую книгу? Вторую книгу я написал совершенно случайно. Дело в том, что у меня двое детей. Сын Артемий, Тёма как раз, и дочка Милослава. Сын боялся темноты и часто ночью просыпался и приходил к нам, потому что ему было страшно. Я начал разбираться в этой ситуации и понял, что существует несколько очень действенных способов, чтобы ребенку пройти этот этап. Причем этап страха перед темнотой – это естественный этап при взрослении ребенка. И хватило буквально, наверное, одной консультации у психолога и нескольких у меня с ним занятий для того, чтобы он просто-напросто перестал приходить к нам. И мне захотелось рассказать, поделиться об этом опыте с другими детьми, но не со стороны нотации, не со стороны взрослого, а показать, как сын прошел этот этап. Я написал первую терапевтическую сказку, как Тёма ночной страхи победил. Мне кажется, получилось очень неплохо. Причем все сказки, которые я пишу, они в стихах. У меня есть произведения и прозаические, но пока вышли только сказки в стихах. Скоро у меня выйдет сказочная повесть «Ферия». Это мое знаковое произведение, которое, в общем-то, и поставило меня на путь писательства. Очень много работы было сделано для того, чтобы эта книга увидела свет, и скоро она выйдет. И у меня выйдет в этом году книга «Азбука юного петербуржца». Там короткие стихи о достопримечательности Санкт-Петербурга. Одна буква, одна достопримечательность. На А Александровская колонна, на Д, конечно же, мой любимый дом книги. Кстати, я вам поделюсь секретом и прочитаю стихотворение о доме книги. Дом книги на Невском. Потоки машин видны в отражении старинных витрин. Валькирии в легких нарядах плывут в кораблях на фасадах. Над ними на кровле сидит великан, расправивший крылья могучий орлан. А выше, венцом экстерьера, сияет стеклянная сфера. Вы, когда выйдете, обязательно обратите на фасад этого здания. Это историческое здание. Оно раньше принадлежало компании «Зингер». Так, для справки вам скажу, что дом книги – это самый крупный европейский книжный магазин в Европе. И это самый старый магазин книжный в России. Он появился раньше всех. А мне вот интересно, когда автор пишет книгу, он закладывает в героя, создаёт идеального героя. Образ идеального героя закладывает определённые качества. Вот мне интересно спросить у наших юных гостей те книги, те мультфильмы, которые они посмотрели, книги, которые прочитали. Кто для вас тот самый идеальный герой, у которого только положительные качества, положительные характеристики? Да. Или, может быть, тот герой мультфильма или тот герой книги, который вам симпатизирует, нравится больше всего? Давайте. «Маленький принц». А почему? «Моих любимых произведений». Возьмите микрофон. Мне нравится «Маленький принц» Антона Десент-Экзопери. Вот, почему-то меня когда спрашивают, ваш самый любимый персонаж детства, он у меня первый всплывает в голове. Да, очень душевное произведение. Ну, а ребятам, друзья, это могут быть и книги, могут быть даже и мультфильмы поучительные, которые вы смотрите. Какой герой вам больше всего нравится? Да. Бэля, почему? Какие качества в этой принцессе тебе нравятся больше всего? «Доброта», «Сострадание», да? Отлично. А еще, мальчишки, мне интересно у вас узнать, а вам какие герои? Может быть, это и супергерои, может быть, это и герои книг, различных мультфильмах, сказок. Прообраз. «Бэтмен» там кто-то, да? «Бэтмен» — любимый герой. А у вас, девчонки? Именно тот самый идеальный прообраз, да? «Холодное сердце», а какая героиня больше тебе нравится? Анна или Эльза? Эльза. А какие качества мне больше всего тебе нравятся? Обладает магией. Вот так вот. Хотела бы стать волшебницей, да? Я тоже. А вот подождите, у нас еще и новый гость. Да, твой самый любимый герой? «Кукла Анабель». Не услышал? «Кукла Анабель». «Кукла Анабель». А почему? «А ты и фигатор». Я знаю, это только, да, в фильме ужасов такую куклу. А какое качество у этой куклы тебе больше всего нравится? Пугать людей? «Кукла Анабель». «Кукла Анабель». «Кукла Анабель». «Кукла Анабель». «Кукла Анабель». Я читал тоже психологию, что детям некоторым нравятся отрицательные герои, такие как Малефисента, например. Они именно, тоже нравится, да? Они именно в таких героев закладывают сострадание. Не просто так же эти герои стали отрицательными персонажами. Именно у детей идет формат сострадания изначально, поэтому этот герой выходит у них прообраз и положительного. Да, дело в том, что есть такое понятие, как арка развития героя. И все архетипы героев, они уже много раз повторены, например, как архетип Золушки. Для того, чтобы как-то разнообразить литературу, я обратил внимание, многие писатели начинают отрицательным героям, откровенно иногда очень плохим персонажам присваивать какие-то такие нотки. Хорошо, когда этот персонаж в конце книги понимает, что он идет не тем путем и превращается в доброго. Но есть литература, где персонаж так и остается злым. И хотел бы обратить внимание родителей, чтобы они внимательно относились к таким книгам, чтобы ребенок не воспринимал этих героев за чистую монету, что подлый персонаж с чувствами, с характеристиками доброго, он все равно остается плохим. И в какой-то момент он может предать, обмануть, то есть пойти по своему излюбленному пути. И нужно ребенку это объяснять, чтобы он все-таки понимал, кто перед ним. Поэтому это работа родителей еще довести, объяснять ребенку, чтобы он мог, как я люблю говорить, сам в будущем пользоваться критическим мышлением, которое помогает человеку самостоятельно отделять зерна от плевел, то есть понимать, что все-таки перед ним, что ему показывает, какую картинку. Ну и как я понимаю, ваша книга «Как смартфон Колю похитил» содержит в себе как и развлекательный формат картинки, так же и поучительный, верно? Да, все верно. Что складывает в себе и одно, и другое, чтобы детям было интересно и читать, но в то же время и понимать, как себя нужно вести правила, этикета, правила добра, зла и так далее. Все верно? Да. А сейчас я предлагаю, ребята, приступить к изготовлению адвент-календаря. Но для начала, может быть, сделаем общую фотографию, согласны? С нашими гостями. Итак, можно будет сделать фотографию вместе с автором, друзья, также получить автограф на книге, ну и обязательно, я думаю, наши гости ее тоже прочитают. Спасибо. Давайте поаплодируем. Это был Виктор, детский писатель, друзья, ваши аплодисменты. Ну что, в такой свободном формате сейчас можно подойти к Виктору, задать несколько вопросов, если у вас остались эти вопросы по поводу книги, по поводу различных, не только книги, которые у нас представлены сегодня, как смартфон Колю похитил, но и других его произведений. Можно задать вопросы, сделать памятное фото и даже получить автограф. Ну а те, друзья, которые у нас готовы приступить к мастер-классу по адвент-календарю, присаживайтесь поближе за стол, занимайте свободные места, подвигайте ваши стульчики.